Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Патриотизм. Сегодня, наверное, он больше напоминает какую-то навязываемую идеологию в нашей стране, нежели то чувство патриотизма, с которым человек каждый живет. Он любит свою родину, любит то место, в котором он живет. Это, наверное, как любовь к маме. Должно быть чувство патриотизма. Не могу во всем с вами согласиться, потому что где-то кто-то какими-то программами, какими-то направлениями может и навязывать это чувство. А во многих направлениях оно проявляется исключительно так, как и должно быть. Вопрос совершенно в другую сторону. Уходя с поста градоначальника, вы брали наказ от избирателей привезти в соответствие русло реки, озерные ключи. Ну, во всяком случае, посодействовать тому, чтобы речка, которая протекает через весь наш город, тот ручеек, чтобы это было место облагорожено. Вот сейчас, спустя два года своего депутатства, можете ли вы сказать, что это один из тех депутатских наказов, полученных вами, которые, к сожалению, невозможно реализовать? Или, может быть, наоборот? Я могу сказать, что и я, и глава, действующий глава города Александр Владимирович Авдеев, мы работаем над этой проблемой. Она нелегкая на самом деле. Планируем попасть в федеральную программу с тем, чтобы через определенное время федеральные средства пришли на решение данной проблемы в наш город. И мы смогли за счет средств федерального бюджета конструировать центральную часть нашего города в виде благоустройства реки, озерные ключи. Вот мы с вами встречаемся сегодня накануне Дня матери. Вообще быть мамой – это большой труд, особенно если мама многодетная, это вдвойне труднее. Вот буквально в течение последнего месяца в Приморье был принят закон, которым многодетные семьи и еще категория «дети войны» освобождены от уплаты транспортного налога. Вот как вы считаете, это мера социальной поддержки или полумера? Это одна из мер социальной поддержки. Я думаю, что государство должно поддерживать таким образом определенные категории населения, которым нужно помогать и от поддержки которых зависит благосостояние и развитие общества в дальнейшем. Вот матери – это, безусловно, те люди, которым мы обязаны помогать. Мы обязаны в своей жизни, в общем, материал. Даже вот в такой маленькой степени. Пускай можно меньше, но чаще. Вообще, вот если говорить о мерах социальной поддержки именно категории многодетных семей, то, насколько я помню, она началась еще в государстве в 2007, по-моему, году, когда материнский капитал начали. Ну, это серьезные меры уже материальной поддержки. Ну, а в дальнейшем уже это все подкрепилось еще вот одна из последних – это выдача земель многодетным семьям. К сожалению, сегодня эта мера поддержки не всеми используется многодетными. На Ваш взгляд, почему сегодня вот именно такая мера поддержки, как выдача земель многодетным, она не совсем находит свое использование? Когда президентом России была объявлена эта мера поддержки, и пошли первые отзывы и отклики, и когда с территории пошли первые отчеты о том, что, получив землю, многодетные семьи не стали строиться. Они стали строиться по каким причине? Ну, что у них не было денег на строительство. Только ли? Или то, что инфраструктура там не была подготовлена? Ну, на самом деле, инфраструктуру практически не было нигде, ни на одной территории Российской Федерации, с тем, чтобы многодетные семьи могли построиться. Потому что, ну, это были чистые земельные участки, где-то на окраинах, там, населенных пунктов. Туда нужно было подводить в любом случае все коммуникации. Но вот такая ситуация только в Приморье или на других территориях России все-таки? Да нет же, конечно, это везде. Оно получило продолжение и начали развиваться? Нет, абсолютно на всех территориях, на всех территориях Российской Федерации одинаковая абсолютно ситуация. Вот, и когда президент сказал, ну, пускай, раз такая ситуация, пускай это будет в виде очередной меры социальной поддержки, пускай, когда земли будут выделены и сети будут подведены, значит, многодетная семья сможет продать этот земельный участок и получить за это денежные средства. То есть признали, как бы это, ну, де-факто на уровне государства было признано это дополнительная мера социальной поддержки, которая на сегодняшний день пользуется многодетной семью. Какой процент тех, кто получает сегодня? Не больше 10% строится, не больше. В основном перепродают? Да, да, это по всей территории Российской Федерации. А если говорить вот про землю, да, в продолжении темы земельной, у нас на Дальнем Востоке выдают земли не только многодетным, но еще есть такая программа, как Дальневосточный гектар. И вот я на просторах интернет читала такое выражение, что вот тем, кто переселяется сюда и кто пользуется Дальневосточным гектаром, им дают подъемные, да, для освоения земель и повышения трудоспособности региона. А вот тем, кто живет здесь, получается дают землю, а пользоваться они ей не могут, в частности, как с многодетными. Но мне кажется, что здесь все-таки до конца, может быть, тоже не все понимают, что Дальневосточный гектар тоже это, там не все так просто. Дали подъемные, так это весь бы вся Россия сюда приехала. Да, о чем вы говорите? Если бы это были реально какие-то большие подъемные... Их вообще дают? Давайте с этого начнем. Ну, честно скажу, я не знаю, дают или нет. Если они определены в соответствии с законодательством, то их дают, но они небольшие. Дальневосточный гектар – это не самоцель в виде подъемных. Дальневосточный гектар – это бесплатная земля в целях ее освоения, вот дальнейшего переезда и развития какого-то производства. Вот ради этого, то есть это бесплатная земля, возможность сорганизоваться какому-то сообществу людей, допустим, близкие родственники или друзья, сделать какое-то совместное поселение, создать какой-то бизнес. На самом деле это сложная проблема, и при том анализе, который проводится на сегодняшний день, абсолютное, абсолютное большинство этих земель получают сами дальневосточники, а не приезжие люди. На вашем округе избирательном сколько людей пользуются дальневосточным гектаром? Я могу по Артему сказать, что на территории Артемовского городского округа этот закон не работает, потому что Артем не входит в территорию выдачи дальневосточного гектара, потому что земель здесь и так не хватает. Владивосток входит в мой избирательный округ, он тоже не входит, потому что там тоже земель не хватает. Ну а те территории, которые дальше? Значит, есть Шкотовский район. Недавно в Москве даже ко мне приезжала жительница Шкотовского района. Получилось таким образом, что на особо охраняемой природной территории гражданка смогла получить в пользование дальневосточный гектар. И чье это упущение может быть? Я пока не знаю. У людей документы на руках, выданные всеми инстанциями. Надо разбираться. Вот мы плавно перешли, мне кажется, уже к такому гектарам и к сельскому хозяйству. Не могу вас не спросить, как развивается или не развивается ситуация с нашим предприятием, которое ОПХ дальневосточное. Как-то на уровне, может быть, в вашем уровне что-то было предпринято? Серьезная ситуация, исполняющая обязанности губернатора края, Олег Николаевич Кожемяка, занимается лично, потому что эта ситуация – зона губернаторского контроля. И смогут справиться только исполнительные, органы исполнительной власти. Законодательная власть здесь коим образом не поможет этому предприятию. Но каким-то другим сельскохозяйственным предприятиям, может быть, которые только начинают свое развитие, Государственная дума может помочь в этом? Мы помогаем принятием соответствующих законов, по которым впоследствии эти предприятия, сельскохозяйственные, либо ферменские, могут получить соответствующие преференции, либо кредиты, либо использовать какие-то лизинговые схемы, либо какие-то налоговые послабления. Вот этим занимается Государственная дума. Ваш комитет по региональной политике и развитию Севера и Дальнего Востока. Какие, на Ваш взгляд, главные, принципиальные, может быть, задачи для себя решил за вот эти два года, для того, чтобы наши территории развивались более динамично? Ну, мы участвовали активно в разработке и принятии законов о территориях, опережающего развитие, о свободном порте Владивосток. Были соответствующие поручения президента по ускоренному развитию Дальнего Востока. Данные поручения выросли в соответствующий указ, который все министерства обязаны выполнить. Но работа эта ведется сложно, и наш комитет занимается контролем. Могу сказать, что идет он очень сложно, идет он с большим скрипом. Министерствам это не очень выгодно, потому что это большая кропотливая работа по выделению отдельных программ. Ну, у нас министерств около 30, регионов за 80. А еще и давай сделай из этих регионов, выдели отдельно дальневосточные регионы, потом в каждом отдельном регионе, что мы просим. Я, допустим, прошу министра по просвещению сегодня. Мне не надо ваших эфемерных вот этих показателей, сколько денег будет выделяться на образование. Вы мне скажите, и чтобы все жители видели, сколько при принятии бюджета 2019, 2020, 2021 года, значит, где, в какой графе написано. В 2019 году в каком регионе, допустим, в Приморском крае, сколько будет построено школ и в каких районах. Вот это будет понятно. Тогда я приеду в край и расскажу. Определенное количество финансов, есть критерии, по которым там край, область могут участвовать. Вот я считаю, что это пока такая большая мутная река, из которой мы должны многие министерства вывести. Ну вот вы заговорили о бюджете. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2019 и 2021 годы. Самые большие расходы пойдут на демографию. 1 триллион 588 миллиардов 295 миллионов. Вдвое меньше на здравоохранение 698 миллиардов, на образование вдвое меньше, чем на здравоохранение 362 миллиарда. Вот вы в каком бы порядке расставили приоритеты по вложению средств вот конкретно в Приморье? Что у нас сейчас требует больших? Если говорить по демографии, то выплаты материнского капитала точно в этих деньгах. Поэтому такая цифра и на демографию достаточно довольно высокая. Здравоохранение. Здравоохранение проблема номер один на территории Российской Федерации. Во всех регионах. Но приборье на каком месте? Тоже на первом месте. Вопросы медицинского обеспечения и обеспечения как лекарственными препаратами, так и оснащения медицинской аппаратурой наших больниц, обучения медицинского персонала. А вот если уточнить, в пределах Дальневосточного федерального округа Приморье на каком месте по здравоохранению? Ну не на последнем. Ну то есть еще не совсем у нас плохо? Нет. А что касается, вот вы уже сказали про образование, на вашем избирательном округе, во многих городах и поселениях требуются новые школы, например, новые детские сады? Да, практически везде. То есть еще до конца этот вопрос не решен? Он только в начале развития. Госдума предложила штрафовать неработающих за россиян за неуплату взносов в пенсионный фонд. На эту тему лидер группы Ленинград Шнуров даже написал стихотворение, конечно, но в своей манере. Я сейчас вам последние строки зачитаю, мне кажется, что они ярко характеризуют настроение многих масс. Что вы по этому поводу думаете? Вот свидетельство о чуде, как козламы и быка по закону в раз принудим дать немного молока. Ну, Шнуров у нас вообще эпатажный человек, он по многим поводам высказывается. Ну, разве можно применять какие-то меры к людям, которые безработные? Вы сказали, Госдума приняла, не приняла решение, а как бы сказать? Предложила штрафовать. Вот на последние годы высказывание Госдума применяется к высказываниям любого из депутатов Государственной Думы. Вот я бы к этому относился очень осторожно. И высказывания любого депутата я бы не подводил под высказыванием или принятием уже там соответствующего закона. Но все-таки вот к этому вы бы присоединились к предложению штрафовать? Надо смотреть, если это молодой человек, не занимается ничем, у которого состояние здоровья абсолютно позволяет ему работать, идти, значит, он не хочет это, значит, и непонятно откуда получает какие-то денежные средства. Почему бы и нет? Но это все-таки все около налога на тунеядство. Ну, считается, что самозанятых людей, те, которые не уплачивают вообще никакие налоги, вообще никакие, но получают за это средства, значит, из медицинского страхования, социальной поддержки, около свыше 15 миллионов человек. То есть должны быть какие-то подтверждения, чем человек все-таки занимается. Вот, поэтому не просто так. Я за аккуратный подход. То есть если человек не может работать по состоянию здоровья, значит, он должен оформить соответствующую, прийти в соответствующую инстанцию и оформить пенсию по состоянию здоровья или пособие по состоянию здоровья. А если ты должен вкалывать, значит, то иди на завод и вкалывай. Послушайте песню «Монеточки», значит, видеоблогинг уже не в моде. Сегодня хорошо на заводе. Я бы вот так сказал. Так вот, от шнурок «Монеточки» пришли. Да, вот таким образом. В начале этой недели вы оказались в соцсетях в списке самых злостных растрачиков бюджетных денег. Прошла информация о том, что в январе этого года вы арендовали как минимум 5 автомобилей и ваш кортеж обошелся к краевой казне в 215 тысяч рублей. Я, конечно же, не буду спрашивать, было ли это или нет, у нас здесь абсолютно не суд. Просто хотелось спросить, вот с потоком такой негативной информации и агрессии, как часто вам приходится встречаться, и как вы с этим справляетесь, и есть ли в этом вообще доля правды, может быть, вас как-то подстегивает? Слава Богу, что я научился уже с этим справляться, потому что занимаюсь политикой уже более 20 лет. Вот это профессиональная моя работа. Очень хорошо, что социальные сети не являются основным источником для принятия моей информации, потому что в них можно любую информацию развернуть так, как это выгодно кому-то. Вообще депутат Государственной Думы, приезжая на территорию, получает автотранспорт от администрации Приморского края. А получилось, что хозяйственное управление 3 месяца не выставляло счета, потом в январе месяце выставило в 1 месяц счета за предыдущие 3 месяца. Тогда можно перефразировать, что не только злостный растратчик бюджетных средств, но еще и злостный активный работник. Вы же не просто так брали машины. Вот сколько раз в этом году вы были на своих избирательных округах? Вот за год? Каждый приезд, каждый день фактически. То есть такой территории с вашего избирательного округа, на которой вы не были, нет? Да, конечно нет. И вот в этот приезд практически все территории я проеду. На днях у здания администрации в Артеме был одиночный пикет. Мужчина держал плакат с надписью, что дольщики бомжи. Вот это речь идет о людях, которые купили квартиры в новостроях, и эти новострои стали долгостроями. Вот как стало известно, на днях комитет по природным ресурсам Госдумы, ну это не ваш комитет, но тем не менее, он сейчас активно продвигает законопроект, которым уже с 1 июля 2019 года дольщики будут отдавать деньги не застройщику, а банку. А банк будет их замораживать и выдавать застройщику уже после того, как дом будет сдан. А деньги на строительство застройщик будет брать у банка в кредит. Вы знакомы с этим законопроектом? Я считаю, что это более правильная схема. Во всяком случае, эта схема защитит людей от потери своих денежных средств в тех размерах, которые они сдадут в банк. А вот сегодня кто защитит тех дольщиков, которые вот так вот выходят на пикеты? Что сегодня можно им сделать? Как может, может быть, государство им помочь? Эта же работа ведется. Все территории попали, везде есть практически такие недоработки. И губернаторы под персональным контролем держат разрешение этих вопросов, они ответственны. Все вопросы, там, где дольщики попали в беду, они будут отрегулированы в более-менее понятные сроки. Пикетирование политический вопрос перед предстоящими выборами. Заговорили про выборы. Вот у нас меньше месяца осталось до выборов губернатора края. И последние выборы показали, что у партии, членом которой вы являетесь, не все так гладко. Очень-таки были массовые протесты со стороны населения. Как выразилась Людмила Толобаева, которая возглавляет отделение «Единой России» в крае, в королевстве что-то не так. Вот хочу спросить, в чем реально, на ваш взгляд, недорабатывает «Единая Россия» сегодня? Не только думаю, что «Единая Россия» недорабатывает. Думаю, что, наверное, все партии недорабатывают. Рейтинг невысок на сегодняшний день абсолютно у всех политических партий. Наверное, где-то переборщили с политикой. Много разговоров, значит, где-то оторванность от таких близких реальных дел. Много больших перспективных проектов, результаты от которых люди будут видеть через определенное количество времени. Ну, в какой-то перспективе. Да, не сиюминутно. А людям бы хотелось более земного, чтобы дворы были более благоустроенными, чтобы детских садов хватало на все. Ту же реку, о которой вы мне задавали вопрос. То, чтобы было комфортно на территории проживать. Вот это нужно людям. А сегодня у нас, во многих регионах Российской Федерации, для того, чтобы через определенное время регионы были самодостаточными, строятся большие производства. Вот как, ну, допустим, у нас взять большой камень. Я вчера там был на совещании по проблематике развития территории, опережающего развития и предприятий, входящих в состав ТОРов. Вот. Хорошее дело. Строятся новые предприятия. Они большие, они просто огромные. Большое количество людей будет через несколько лет работать. Но, опять же, строя эти предприятия, они мешают, строители мешают жить нормальной жизнью людям Большого Камня. Они раздавили все дороги, фактически, в городе Большой Камень. Как это взаимосвязано с работой партии? Ну, люди трансформируют это на то, что сверху принимаются решения, власть принимает решения. И сегодня нет деления, значит, партия, это депутат, это либо там глава, это все власть. Вот поэтому виноваты все. Ну, может быть, потому что все-таки Единая Россия – это правящая партия? Ну, безусловно. Хотя я вам в начале ответа на этот вопрос сказал, что рейтинги других партий на сегодняшний день тоже очень низкие. Давайте поговорим вот о чем. Вы активно продвигаете многие партийные проекты, которые связаны именно с пенсионерами. И вот где-то даже высказывали, что социальный климат, в котором живет старшее поколение, влияет и на подрастающее. Вот все-таки кроме той общественной деятельности, которую вы ведете со старшим поколением, реальные результаты ваша работа с этой категорией принесла для того, чтобы улучшить климат их жизни? Как на ваш взгляд? Ну, я надеюсь, что да. Мы разрабатываем и придумываем те проекты для жителей Приморского края, которыми люди наши могли бы заниматься в свое свободное время. Мероприятие, которое мы в этом году проводили уже на 24 территориях Приморского края, это летние вечера в парках. 10 400 человек прошло через эти мероприятия, и на какую бы территорию я ни приезжал, люди благодарят, и они хотят, чтобы это было и чтобы продолжалось. Хочу в следующем году запускать проект аналогичный, но по молодежи. Пускай молодежь выходит и показывает перед своими сверстниками то, что оно может показать. Кто-то стихи читать может, кто-то песни может петь, кто-то может акробатикой заниматься. По вашему мнению, танцы, стихи, песни, общественное вот такое вот общение, оно способствует тому, чтобы социальный климат улучшился? Нет, безусловно. Может быть, социальный климат улучшается еще и при условии, что у людей есть финансовый достаток? Ну, это вне всякого сомнения. Лично я, персонально, не могу повлиять на то, чтобы у каждого человека был полный финансовый достаток. Это в абсолютном своем большинстве зависит от каждого человека. В рамках одного из форумов вы говорили, обсуждали вопросы оттока населения из Приморского края, в частности. Вот что-то сделано уже, может быть, приняты какие-то на уровне Госдумы, какие-то моменты, может быть, проговорены. Как сделать так, чтобы все-таки люди видели здесь, что у них есть и трудоустройство, и есть возможность для того, чтобы жить? Мы с вами уже в процессе нашей беседы разговаривали о тех моментах, дорогостоящих, долгосрочных проектах, которые сегодня... Только в стадии еще. Да, в стадии строительства, но которые потом будут воздействовать не только на экономику, но и на демографию, и на качество жизни наших населенных пунктов и Дальнего Востока. Это большие предприятия, производства, на которых будет задействовано большое количество людей. Безусловно, это будут новые рабочие места. Вот поэтому приняты решения стратегические по объектам, которые будут строиться не только в Приморском крае, но и по многим населенным пунктам Дальнего Востока. Допустим, по транспорту, дополнительно могу вам сказать, что в следующий год активно будет развиваться транспортная авиационная сеть, звездно-посадочные полосы. То есть будет развиваться авиационное сообщение между населенными пунктами не только Приморского края, которым занимался Приморский край, но и всего Дальневосточного федерального округа. У нас очень сложные условия транспортной доступности. Идею переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровского, Владивосток, поддерживаете? Она у меня такая идея. Она у меня, да, своя. Я считаю, что столицу Дальнего Востока через определенное количество лет нужно переносить из столицы одного региона в другой. Вместе со всеми министерствами? Там вообще без проблем. Можно со всеми министерствами, это там влияние никакого не меняет. Тем более, какое министерство там? А там одно министерство. Министерство по развитию Дальнего Востока. Статус вообще нигде не прописан в столице. Значит, смотрите. Зачем это делать? Что это даст? Вот смотрите, ситуация какая. Что это даст? 20 лет фактически, де-факто почти, полпресса просуществовала в Хабаровске. За это время, худо-бедно, но на инфраструктуру Хабаровска с федерального бюджета определенные денежки были выделены. Поэтому инфраструктуру там подтянули. Поэтому дайте 20 лет, пускай Владивосток будет в столице, пускай полпресс здесь будет. Значит, во всяком случае, инфраструктурные проекты к Владивостоку тоже будут подведены. Дорогу кольцевую построим вокруг Владивостока. Пробок таких не будет. Наведут порядок. Через определенное количество лет потом передадут эстафету Петропавловску, Камчатскому. Владимир Михайлович, это все-таки, мне кажется, уровень разговоров. Нет, нормально. От них к делу когда можно будет уже переходить? Это решение должно приниматься на самом высоком уровне. Это решение не будет принимать Государственная Дума. Это решение будет принимать правительство Российской Федерации, президент Российской Федерации. Если будет необходим закон по столицам субъектов Российской Федерации, мы его примем. Деятельность фонда содействия реформирования ЖКХ продлевается еще на 7 лет. Госдума внесла поправки в закон. Это хорошая новость для вас? Это замечательная новость. Не только для вас? Мы занимались, конечно. Еще будучи главой Артемовского городского округа, мы активно участвовали, вы знаете, и были одними из лидеров, причем в Российской Федерации, в работе с данным фондом по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. И один из последних микрорайонов, я хочу напомнить, мы сдавали, ЦИЦИН к нам приезжал и отмечал нашу работу. Потом деятельность фонда остановилась, не было денег в Федерации, но мы смогли эти деньги на федеральном уровне найти и возобновить работу фонда. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил эту задачу в одной из приоритетных направлений, поэтому как минимум в ближайшие 7 лет вновь будет действовать данный фонд, он позволит очень многим регионам, в том числе и Приморскому краю и нашему городскому округу поправить дела в этом направлении. Но вот все-таки хотелось уточнить, сейчас будут включены, уже появилась возможность под программу переселения подводить дома, которые признаны до 2017 года аварийными. Если фонд будет продолжать работать дальше, то количество домов, число домов, которые будут включать под ремонт, оно будет расти. Я уверен, что данная программа не завершится до тех пор, пока все аварийные дома в Российской Федерации не будут переселены. Потому что без поддержки государства с этой программой не справятся, с самим муниципалитетом. Либо нужно сделать таким образом, чтобы экономика всех регионов стала схожей с экономикой нефтедобывающих регионов, либо Москвы и Санкт-Петербурга. Вы сейчас заговорили о поддержке и помощи в решении проблем городских, переселение жителей, это же городская проблема. А если говорить, вы обратили внимание, что у нас сейчас хорошие дороги, дворы у нас благоустраиваются, это же тоже в рамках поддержки финансовой и с края, и с федерации. Здесь вопрос софинансирования, но со стороны местных бюджетов городских он очень мал. Если говорить не только про город Артем, но и вообще про ваш избирательный округ, везде ли такая ситуация положительная в этом вопросе? Нет, значит не везде. Я могу сказать, что по Артему, по Владивостоку, да, действительно, Надеждинский, Шкотовский район, здесь эта ситуация, она наиболее благополучная. И это зависело от того, что в свое время мы создали, вступили в Владивостокскую агломерацию. Это дало нам возможность получить дополнительные денежные средства, на дорожную инфраструктуру со стороны Федерации. Вот третий год мы будем получать денежные средства со стороны Федерации на дорожные благоустроительные работы. То есть те территории, которые не вошли в Владивостокскую? Ну, они получают, да, такую поддержку в гораздо меньших денежных средствах. Ну вот мы с вами уже говорили на тему выборов, и, возможно, уже в следующем году в Приморье снова дадут жителям право выбирать глав городов. То есть вот эта вот безвыборная пятилетка, она подходит к своему завершению. Вы все-таки за прямые выборы мэров и градоначальников или против? Ну, если честно, я всегда был за прямые выборы. Вот я думаю, что жители города Артема знают мою позицию. Потому что если ты побеждаешь на всенародных выборах, ты чувствуешь за собой и ответственность со стороны населения, что тебе население дало власть, и ты являешься носителем этой власти от населения. Значит, безусловно, когда депутатский корпус дает тебе эти властные полномочия, это по законодательству тоже очень серьезно, это очень важно, но в определенных моментах ты где-то можешь оглядываться на те или иные решения и сопоставлять их, понравятся они депутатскому корпусу, либо не понравятся. То есть здесь такой уже может появляться элемент зависимости. А с точки зрения всеобщего избрания здесь этого элемента нет. Но есть и другая сторона медали. Можно избрать кота в мешке, если достаточно активный человек будет уметь хорошо, красиво говорить, ему могут поверить люди. А на самом деле он окажется пустышкой. В каком-то случае это даже такая политическая игра. Вас тоже в первый раз выбирали как кота в мешке? Можно сказать да, хотя первый раз, когда меня избирали, за меня подписывались не только жители, но и около 30 руководителей предприятий. Мы создали тогда соответствующее партнерство и несли персональную ответственность. Ну то есть вы за то, чтобы были прямые выборы? Я не возражаю по данному вопросу. Решать население... Ну возможно мы и вас когда-нибудь в скором будущем будем выбирать главой какого-то города в Приморье? Ну почему бы и нет? Жизнь не стоит на месте, жизнь движется. Не будем загадывать наперед. Такая интрига в конце нашего интервью. У меня еще три года работы в Государственной Думе. Я уже говорила, что мы с вами встречаемся накануне Дня Матери. У вас есть прекрасная возможность обратиться ко всем мамам. Может быть к своей маме тоже смотрит телеканал Артем ТВ. Уважаемые наши мамы, от всего сердца искренне хочу вас поздравить с таким замечательным днем. Вот раньше, наверное, мы не так ценили. Ну и вообще раньше праздника такого не было. Но с каждым годом ты все больше и больше понимаешь важность и значение не только самого праздника, но и самого отношения к самому любимому, самому важному, самому лучшему человеку в своей жизни. Это к маме. Спасибо вам огромное, что вы подарили нам жизнь. Вот мы вас очень любим. Будьте здоровы, будьте счастливы. Мы будем стараться быть хорошими детьми вашими, пока вы у нас есть. Живите долго. Спасибо, Владимир Михайлович. Спасибо, что пришли к нам за такие теплые слова. Приходите, заглядывайте. Всего доброго. Я прощаюсь с вами. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...